МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Галина Давыдик. Сегодня в нашем выпуске. С почетной миссией к ветеранам губернатор области вручил юбилейные медали в честь 70-летия Победы участникам Великой Отечественной войны. В свободной экономической зоне Гродно-Инвест нужно создавать благоприятные условия для привлечения иностранного капитала. Такое мнение высказал мэр города Мечислав Гой во время посещения предприятий СЭС. Дорожная обстановка на Гродничине по итогам года самая безопасная в стране. Однако начальник ГАИ Сергей Талатай считает, что еще многое необходимо сделать, а где-то и принять жесткие меры. Допрыгался. Крупную партию на сваи из России в размере 25 килограммов конфисковали оперативники у жителя Гроднинского района. Первые медали в честь 70-летия Великой Победы. Сегодня начали находить своих адресатов. В областном списке, представленных к наградам, значатся 3000 фамилий. Все эти люди, ветераны Великой Отечественной войны, должны на параде Победы пройти в строю с юбилейными медалями. В нашем городе губернатор Гродницкой области Владимир Кравцов первые медали вручил воину-освободителю и герою социалистического труда Владимиру Бауму и фронтовой медсестре Анне Лебедевой. О гродницких героях Великой Отечественной в репортаже Юлия Косила. 70-летие Великой Победы. Историческое событие нынешнего года. В честь этой знаменательной даты по поручению президента Республики Беларусь выпущены специальные юбилейные медали. И уже сегодня губернатор области Владимир Кравцов вручил первые награды участникам войны. С почетной миссией он приехал к Владимиру Бауму, фронтовику, который был на передовой. В знак уважения и юбилея тех событий я хочу вам эту медаль вручить, чтобы вы носили и поздравились. Владимир Александрович добился успехов и после войны. Он посвятил свою жизнь развитию сельского хозяйства. И сейчас Ивьевская СПК носит его имя. Работал председателем колхоза имени Стахановец в Ивьевском районе Гродинской области. Вывел его на первое место в Союзе по экономике и производству сельскохозяйственной продукции. Мне тогда присвоили звание Героя социалистического труда. Вручили юбилейную медаль и Анне Николаевне Лебедевой, вдове Героя Советского Союза и почетного гражданина города Гродно Ивана Даниловича Лебедева, с которым прожила в браке 68 лет. Во время войны она была медицинской сестрой и, рискуя собой, спасла не одну жизнь. Анна Николаевна награждена медалями за оборону Сталинграда, за боевые заслуги и другими. И сегодня ее подвиги не забыты, ведь именно такие сильные духом люди ковали великую победу для страны. Мы в нашей Гродненской области должны наградить, в соответствии с указом президента, около трех тысяч ветеранов. Из них 1300 – это те, кто прошли фронт, непосредственно участвовали в боевых действиях, и целая группа других ветеранов. Всего около трех тысяч. Мы сейчас начинаем вот это мероприятие. Я сегодня вручил уже несколько медалей заслуженным людям. Гродно стал первым городом, где участникам Великой Отечественной войны вручили юбилейные награды. Но это только начало. Ветеранов будут награждать вплоть до 9 мая. С сегодняшнего дня такое же вручение будет проходить на территории районов Гродненской области. Те, кто не сможет прибыть на торжественное мероприятие, должностными лицами военных комиссариатов, органов местной исполнительной и распорядительной власти, будет проведено посещение на дому и в торжественной обстановке вручены данные награды. Вручение медалей – это лишь та посильная благодарность фронтовикам от нынешнего поколения. Ведь подвиг ветеранов и их вклад в развитие страны в мирное время сегодня неоценимы. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Председатель Гродненского горосполкома Мячеслав Гой недоволен малым количеством резидентов свободной экономической зоны Гродноинвест. За прошлый год к ней присоединилось лишь четыре инвестора. Мэр города подчеркнул, что привлечение иностранных инвестиций является важным фактором для развития областного центра. Благодаря этому создаются современные предприятия, а также появляются рабочие места. Председатель Гродненского горосполкома продолжает вникать в деятельность предприятий города и побывал у некоторых резидентов свободной экономической зоны Гродноинвест. Сегодня их 90 с самой разнообразной продукцией, где трудится чуть более 200 гродненцев. Мячеслав Гой начал знакомство с предприятием «Макей» – уникальной частной фабрике по переработке кожи и выпуску сувенирной продукции. Символика Гродно и нашей республики на каждом изделии уже много лет пользуется большим спросом, как у нас в стране, так и за рубежом. «Макей» в числе лидеров экспорта. Для 300 человек здесь созданы все условия с учетом того, что работа ручная и нелегкая. Поэтому и оплачивается достойно. Мы посещаем комиссионно свободную экономическую зону города Гродно. Не напрасно, потому что мы видим некоторое замедление ее развития. И здесь при сегодняшних подходах налоговых послаблений, льготах, которые существуют, можно достаточно успешно работать и развиваться. Но, как я сказал, некоторое замедление и нас немножко беспокоит вот это. Поэтому сегодняшние предприятия, как посещают в том числе, посмотреть, чем занимаются предприятия, какая перспектива их развития. Рынок сбыта. Я вижу здесь из объяснения руководителя, это в первую очередь рынок сбыта. Поэтому мы предлагаем варианты и работы в других направлениях. Это, как правило, люди уже, руководители предприятий и учредители, люди состоявшиеся, имеют определенный капитал. И развитие дальнейших, как предприятий, дальние виды деятельности, которые они занимаются, так и в других направлениях. Одно из предприятий, которое мы посетили, это предприятие Макей. Можно сказать, ну, изюминка города Гродно. Это в дальнейшем оно станет, конечно же, визитной карточкой города Гродно. Ремесленное производство поставлено на промышленную основу. Изделия из кожи. Почему бы, действительно, например, не сделать изделия из соломы, из других наших традиционных материалов, которые занимаются ремесленники. Кстати, по вопросу ремесленного направления. Буквально в мае месяце мы откроем дом ремесел, где могут заниматься порядка 200 человек такой видой деятельности индивидуальной, где можно изготавливать поделки и другие изделия, где можно их продавать. В предприятии Неман мебель другого профиля занимается деревообработкой и поставкой мебели на экспорт. Современное технологическое оборудование позволяет выполнить детали любой сложности с высоким качеством. Многие станки здесь уникальны, изготавливались ведущими европейскими фирмами по спецзаказу. Поэтому и со сбытом нет проблем. Мэр города пообещал мебельщикам помочь с открытием в городе их фирменного магазина. История нашего древнего города в современной интерпретации так кратко можно сказать о скульптурах, рожденных руками талантливых людей. Они все разные, но каждая индивидуальная и интересна по замыслу. В данный момент мы находимся на предприятии Неман. Это действительно предприятие, которое с современным оборудованием, где минимальная занятость людей ручного труда. Это немаловажно. Конечно же, потенциал этого предприятия в дальнейшем очень серьезный и можно его наращивать. Да, действительно, учредители здесь нормально работают, работает директор нормально. И более 400 точек только по Республике Беларусь продажи этой продукции уже говорят о том, что действительно люди занимаются. Конечно же, рынок сбыта должен не только экспортно ориентированной продукции. Сегодня тот материал, который первочередной материал, это МДФ, ДСП плита, которая приходит к ним на предприятие для изготовления мебели. Это уже изготавливается в Республике Беларусь. Сегодня задача СЭС максимально привлечь, и, наверное, скорее всего, это инновационной продукции, именно технологии, инновационной продукции с минимальной затратой получить максимальную выгоду. Поэтому в таком плане и буквально в следующем месяце посещение города Тамбова с нашими предприятиями, которые выедут вместе, мы будем предлагать площадки, мы будем предлагать СЭС, будем предлагать условия работы в Республике Беларусь, в городе Гродно. Если не каждый может быть врачом, почему тогда все могут стать водителями? Начальник ГАИ УВД Гродненского облсполкома Сергей Талатай считает, что надо ужесточить меры по контролю за качеством обучения курсантов автошкол. Также следует обратить внимание на проблему нетрезвых пешеходов и велосипедистов. Сегодня в Гродненской госавтоинспекции прошла пресс-конференция, посвященная итогам года и задачам на ближайшее время. Сергей Талатай рассказал журналистам об успехах ГАИ и поделился планами по совершенно новому инженерному решению оборудования перекрестков города. Обо всем подробнее. Алла Внучко. К пьяным пешеходам и велосипедистам меры ответственности необходимо ужесточить, а количество пересдач экзаменов в автошколах ограничить до минимума. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник управления ГАИ УВД Гродненского облсполкома Сергей Талатай. Он отметил, что по итогам 2014 года на дорогах Гродненщины погибло 62 человека. В 2013 году смертельных исходов было больше почти на 30%. К слову, 10 лет назад на дорогах области лишилось жизни 228 человек. Надеемся выйти на более высокий уровень. Хотя, конечно же, скептиков в этом деле предостаточно. Позитивно мыслящих людей, наверное, уже все меньше и меньше. Говорят, куда уж дальше. Я говорю, все-таки психологическую цифру в 50 надо преодолевать. Мы готовы к этому. Мы, это сотрудники госавтоинспекции, мы подготовим к этому общество, потому что без них никак, без людей. И мы добьемся этого. Нетрезвые водители – это проблема по-прежнему актуальна. Но пришло время заняться всеми участниками дорожного движения. Гуманность к пьяным пешеходам и велосипедистам сродни преступному либерализму, отметил Сергей Талатай. Из 22 тысяч пешеходов, привлеченных к ответственности в прошлом году, 13 тысяч находилось в состоянии алкогольного опьянения. 8 велосипедистов смертельно из 62 – это велосипедисты. 20 смертельно травмированных – это пешеходы. Это очень много. На это необходимо тоже обращать внимание. Как воздействовать? Меры убеждения, о которых мы сейчас занимаемся, вряд ли неэффективны. Давайте чистоту. Меры принуждения тоже не совсем эффективны, потому что не каждый платит штраф, у него нечего взять. Давайте справа работы делать. Давайте человека помещать на излечение в ЛТП такого, который несколько раз находится в течение года в нетрезвом состоянии, в беспомощном состоянии, на дороге. Мы за это радуем. Сергей Талатай также считает, что количество повторных сдач экзамена в автошколах необходимо сократить. Не сдал с пятой попытки – иди за дополнительную плату на переобучение. Такой подход предлагает внедрить в практику Сергей Валерьевич. Автошкола – это не производственный цех и не конвейер. Есть примеры, когда водитель получает удостоверение на 40-й, 50-й раз. Такого быть не должно, подытожил начальник ГАИ. Водительское удостоверение, отметил он, это не модный элемент, и обладать им должны только хорошо обущенные и внимательные люди. К слову, за прошедший год в Гродненской области выдано 37 610 удостоверений. В то же время 12 тысяч водителей лишено прав управления на время от трех месяцев до пяти лет. На пресс-конференции шла речь и о других важных вопросах. В частности, о развитии системы видеонаблюдения, а также о новых инженерных решениях для дорог со сквозным пересечением. Алан Учко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Крупную партию на свая конфисковали в Гродненском районе. Правоохранители действовали по поступившей информации. У подозреваемого жевательный табак не только имелся при себе, но и хранился дома. Общий вес – около 25 килограммов. Молодой человек и ранее попадал в поле зрения милиции. Что теперь ему грозит, узнавал наш корреспондент. Крупная партия на свая в размере 25 килограммов изъята оперативниками по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Гродненского районного отдела милиции. В поле зрения правоохранительных органов попал житель деревни Вертилишки. По его словам, смесь он приобрел в России с целью дальнейшей реализации в нашем городе. Молодому человеку грозит штраф до 50 базовых величин. Объем реализации в сутки данного товара находил до 50 пакетиков по 20 грамм в сумме от 30 до 40 тысяч белорусских рублей за единицу. В отношении данного гражданина составлен административный протокол. В прошлом он также привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. Серьезные правовые последствия получил за свои действия и 25-летний житель Слонима. По имеющимся сведениям, он может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ. Сотрудники наркоконтроля Слонимского РОВД при задержании и личном обыске обнаружили у парня особо опасное психотропное вещество – порошок, который является одной из разновидностей спайса. В момент обыска у молодого человека дома обнаружили 6 килограмм 200 грамм семян растений мак. Согласно 9 пункту декрета президента Республики Беларусь номер 1, данная партия подлежит конфискации и карается штрафом от 50 до 60 базовых величин. Вкупе с этим транспортное средство, независимо от формы собственности, подлежит конфискации. При обыске дома у молодого человека также обнаружили неизвестное вещество, которое в настоящее время проверяют эксперты. Наталья Иванченко, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. О новостях спорта расскажет моя коллега Анастасия Бояринцева в передаче «Спортобзор», которая выйдет в эфир сразу после вечерней катафонии. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Продолжение следует...